Вот у нас в середине присутствует участников. Могу сказать, это ведущий, признанный ведущий специалист КОНДС. Вы смогли верить, пожалуйста, пройти, наверное, на первой поле отхода, Виктор Александровича Боня. Виктор Александрович, как Вы считаете, как отразятся нововведения КОНДС для упрощенцев и потребителей товаров, работы с блокопрощенцем? Готовы ли упрощаться технически и кадрово, в том числе, с нужным администрированием данного пола? Спасибо за вопрос. Ваши уважаемые коллеги, хотелось бы обратить Ваше внимание на преампулу, в будущем, на данный специально-законный проект. Зачастую, основной смысл мнений кроется как раз в том, что заложен зачем, почему. В действительной записке говорится о том, что данные изменения, в части МДС, связанные с настройкой режима УСН, направленным на составе условий для планового и перехода на общий режим налогообложения, налогоплательщики, применяющие УСН. Можно предположить, что через какое-то время УСН не будет, которые будут применять в общий режим налогообложения. Так, например, что происходило, если в пункте есть единый налоговый измененный доход, который отменен, то то организацию должны были убирать и выбирать, кто-то принял налогообложение, которое будет в течение строить. УСН. Что касается последствий от внесения изменений на уровне законопроекта, то надо смотреть на инвестиционные стороны. Первая инвестиционная сторона, конечно, это государство в федеральный бюджет, который финансирует в том числе и национальные проекты, как сказано в технике экономической основания данного законопроекта, что в 2025 году планируется дополнительное поступление в федеральный бюджет в размере 308 миллиардов за три года, совместную сумму составить 1-1 триллиона рублей. К сожалению, в бюджетах Российской Федерации из этого изменения опять же выпадает, потому что мы об этом, может быть, ежегодно говорим, как возбужденный активный подход изменения к данным изменениям. Что касается самих организаций, которые вынуждены будут платить в МДС, по ставке 5-7 процентов, будет происходить на общий режим, платить 20-10 процентов, за то, если необходимо отметить следующее. Первое. Если они работают, соответственно, эти организации с плательщиками МДС, то проблем особо предпосредственно не возникнет, потому что если они МДС будут предъявлять плательщикам МДС, они как покупатели соответственно будут брать всего ключевых. То есть, если они хотели, отрицательных последствий не произойдет, если им дополнительные налоговые нагрузки на покупателей. Если покупателями товарный продукт услуг данных организаций, применяющих ценно выдающих в МДС, 5-7 процентов покупают либо такие же счастливчики, как и они, либо конечные потребители или физические среди населения, то, конечно же, стоимость приобретения для этих потребителей, покупателей увеличить соответственно инфекционное МДС. Право на вычет, в этих организаций нет одного МДС, поэтому естественно, это дело будет выплакаться на конечных потребителей. То есть, понятно, что примеры населения, зато лучшее не станет. В то же время, организации должны прекрасно представлять впоследствии этих изменений на будущее. Как уже было сказано, Сергей Владимирович, в частности, абсолютно все организации, которые на сегодняшний день применяют ЦР, 1 января 25-го года, являются платильщиками МДС. А об этом, наверное, не так кто-то не услышал, не услышал, возможно, от СООФАРМА. А это не как приятные, не так не принимаются, которые занимаются в узких районах каким-то бизнесом, но применяются ЦР. Однако они вынуждены будут в любом случае направлять при доходах менее 60 миллионов рублей уведомления налоговым, в том, чтобы получить освобождение Е от МДС, от обязанности в отечественной ПОИДС. формат, упорное уведомление, она будет опередаться под местным федеральным налоговым сбором. Что касается организаций, которые в доходах, у нас относится доход от реализации, плюс реализационные доходы, и по правилам налогового удовольствия. Если эта сумма будет превышать до 24.60 миллионов рублей, то, априори, эта организация, применяющая УСН, может играть воплательщик на МДС без возможности получить освобождение от МДС. Соответственно, будет применять в САД МДС или 5% сумму доходов, будет 250 миллионов рублей в дальнейшем, либо 7%, если бы 450 миллионов, в этой сумме доходов. При этом эта организация должна попадать в заявление, не уведомление, а в заявление о применяемых ставках в налоговую службу и срок для составления этой информации о заявлении налогового органа составляет в заявление. Предусматривается, это не по 1-2 числа, в месяц, а в следующую, за первым кварталом 25-го года. То есть, практически, будет уже квартал ОТС, и надо сразу будет заявление на имение права подойти на эти использования. Очень много изменений, которые необходимо учесть в своих бизнес-процессах для этих организаций. Это, прежде всего, работа с контрагентами, покупателями. Если кто-то подписал договора, уже на 20-летний год, необходимо предусмотреть увеличение на сумму соответствующей ставке МДС, этого соглашения и так далее. Они, раньше эти организации, применяли кассовые методы и воплощенный порядок, в том числе, в день и в день. МДС начинается по мере начисления. Считав фактуру, выставляется в адрес организации, обязаны виски книги продаж, предоставлять в электронном формате налогу декларации, то есть масса всего того, с чем, например, в группу данных организаций и так далее не сталкивались. То есть это то, о чем говорит Владимир Владимирович Игорь Владимирович, касается административной технической нагрузки и так далее. Молодцы. А? Она вырастает. Она гораздо значительно вырастает. То есть бухгалтерам либо придется очень серьезно снижать свои квалификации. А это просто неизбежно, на самом деле. Потому что и ответственно, если человек налогу декларации не понимал, либо искать его собственную компанию. Прошу. Кстати, на бухгалтеров такой же дефицит, как и на всех. Тем более, на тех бухгалтеров, которые соответствуют их на росте. Более того, если в некоторых подводных камнях, просто как признающих ингресс, могу сказать, что в жизни никогда не один по прощению сталкивался и не думал, он, потому что это вызовет, возможно, какие-то налоговые последствия. Например, когда он приобретал подарки, дает сотрудникам третьим действиям и так далее. Он, может быть, не учитывал, как расход есть. То есть, наверное, более, системы налогообложения, когда ходит. А сейчас это безобменная передача. Объект налогообложения. Он должен думать, где он приобретает, кто именно не учит. Давайте посмотреть еще глубже. Результаты монетализации видений недостаточны. Они также неправильно могут быть воходом, но и являются фактически последствиями для начисления ДЭС. То есть, масса тех моментов, и только с ним, с этим связаны. Понятно. У нас есть возможность возникать не только операция реализации, но и подниматься безразделами и сдачей. Совершенно верно. То есть, объекты налогообложения, которые могут нашим с ним объездить, безмогито из них, скажем так. Да. Еще есть такой объект, который тоже будет влиять на инвестиционную активность планового бизнеса. Строительство находится на инспорство. Не забывайте, да? Там нет инвестиционного но строительство еще. А в чем будет ситуация, если надо предприятие решить построить себе цен самостоятельно? Ну, вынужден будет за счет себя начать налогово-добарную стоимость, относить свою стоимость строительства, то есть, фактически, произойдет увеличение автоматом суммы налогово-добарной стоимости и стоимости данного строительства. То есть, это как последствия. Ну, и понятно, что если для управляющих, например, партнеров в данном бизнесе будет еще и вопрос в маркетинге составляющей стратегии, то есть, каких он в аргентах убирает. То есть, тоже, опять же, мы будем купить с платящими НДС в последствии особых интерпретов. потребители или другие, то могут быть соответствующими не очень приятными. В последствии в соответствии в конкурентной борьбе. Например, с теми, кто не будет платить НДС. А платить НДС – это малая долика всего лишь, потому что надо организовать процесс проведения, ну, то есть, регламентации с проведением с преспондом в маркетинге. Я понимаю, что можно аналогично отступить из предложений, чтобы для упрощенцев оставить объекты налогообложения только реализацию на работу с лук, исключить из понятия реализации безвозмездной передачи и исключить из объекта налогообложения для упрощенцев, которые будут работать по пониженным ставкам, без права на вычет, исключить из объекта налогообложения строительство и хозяйственное способом. Как предложение это имеется в основном? Я считаю, что это будет более понятно и легче выполнимо, потому что, опять же, на протяжении своей более чем 30-летней практики я считаю, что это наиболее сложный залог, я понимаю. И так, как взятие и института малобиланса, конечно, обращаться на рельсе интересов, это очень чревато, по-моему, это неожиданно. Но с другой стороны, понятно, что федеральный бюджет должен выполняться, мы тоже понимаем, что государственная задача предоставить. Я понял, что не все ведомые предприниматели, которые приходят на наши круглые столы, которые живут в километрах 400 отказаний, летка читают интернет, обзоры из нас, летка читают, садитесь в антипесе, проморгая 31 декабря, и проморгая церкви подачи заявления, что он не хочет платить НДС. И что, если он не подаст это заявление, опять-таки будет однозначно многое, и не подав вот это заявление, он автоматом попадет не на пониженные ставки, хотя он будет находиться на, может быть, 160 миллионов, а автоматом он попадет на 20% ставок. Так выглядит? В принципе, так. Это срок конкретных там не обозначен, но не заявление о выгнамлении, он, наверное, будет направиться к тому формат, который налоговую органу не предъявляет. А, соответственно, срок для выгнамления этого нет, как и короче, но дело в том, что с 1 января 2025 года все эти организации, автомат, аноним, сплотящие НДС, есть какие-то заявления, и вот мы уже заявления не подали до 20 месяца, следующего за первую квартал, то есть до 20 апреля, ну, 20% порядка вам будет. Какая-то речь о том, что налог повысили, ну, ради долга, происходит определенное изъятие средств. Но еще создают искусственные причины, перепосылки для того, чтобы малый бизнес ошибся, и имея право на этом не платить, в какую-то ситуацию, чтобы в результате вот этой технической, европатической ошибки, он все-таки платил. Поэтому, мне кажется, будет разумность, будет просить, чтобы по умолчанию тот, кто, по этим, в 19-м предыдущем, имеет право не платить НДС, не применять упрощенные, какие же места он и применял, а тот, кто хочет платить НДС, но имеет право не платить, пускай подают заявление на то, чтобы он становится, уплатит, когда-то получалось. Вот такого рода виборскому разуму не появится. Я считаю, что разумное предложение в части освобождения от объявленности выдавать уведомления, учитывая, что и так информация непосредственно ходит в грамме налоговой службы. То есть это излишняя дуракратия. Это с этим согласен. Кроме того, что если, допустим, организация хочет платить НДС, выставляет счета подкора, априори, являясь платительщиком НДС, и так обязан НДС, от того же бюджета. Это тоже понятно. Я бы здесь обратил внимание на еще один аспект, наверное, о том, что когда организация, у которой доходы более 60 миллионов, менее 40-50 миллионов, которая обязана применять ставку НДС 5-7%, она подает заявление по конкретной ставке налоговой службы, она обязана применять эту ставку без шагов по рогу 250 миллионов рублей в течение 12-ти последовательного нового периода. То есть фактически организация приговорилась для первого на дать трехлетнего периода выезд от НДС выплачивая бюджет. Но понятно, что организация такая расчета была на 1,1 триллиона рублей, как поступление в федеральный бюджет, исходя из-за изменения сроками. Виктор Александрович, я вот внимательно читал поискительную записку в законном проекте, наверное, тоже ее читаю, и там вот такая фраза обосновывая изменения по упрощению НДС подготовит к плавному переходу упрощенцев на общую систему налогообложения. Не являемся как мы свидетелем начала-конца упрощенной системы налогообложения. Через сколько лет как вы думаете, она прекратится это существование? Мы не знаем, что в этом направлении двигается. Я думаю, что тот, кто формулировал пояснительные записки за законопроекта такие выражения, я думаю, поднаблажная точная физическая информация, если сказать, что полетит, скорее всего, будет происходить определенный переход. Не просто так, переход к отказу в упрощенной сфере налогообложения и создание единого общего режима налогообложения. Поэтому предполагается, что будет не просто так. Вот этот критерий 60 миллионов рублей отбуждался долгое время, и цифры звучали 30 миллионов рублей и так далее. И особенно это звучали опыты других стран по сложным. Поэтому я думаю, что постепенно будет дальше следить к этому и буду заниматься наступаемой настройки. Слушаю вас и вообще наблюдая за ситуацией, запоминается название «Снимите работы Ленина» «Шаг вперед» в вашем названии. «Шаг вперед» это что? Вовлечение с перемостных границ в упрощенке, а все остальное это сплошные шаги назад. Я достал те времена, когда упрощенка принималась, была огромная победа, бизнес-сообщества, бизнес-соединения, которые на беде сведения этой упрощенной системы налогового обложения. Я считаю, что построители бизнеса должны приложить все усилия, чтобы она все-таки сохранилась. И чтобы эта стратегия, которая заложена по председательной записке «переход СУСЭ на СУСЭ» осталась далекой перспективой. Спасибо. Есть у кого два вопроса? У меня сейчас предъявили человек буквально, да? То есть хочется нашими учреждениями хранить некому-нибудь проявлению в законопроекте, проявлению подхода отъявлено, в чем смысл. Вот текст законопроекте говорит о том, что если в течение налоговых периода по налоговому плачу или с применением СССР в организации ГИБ, применяющие специальное налоговое право на сохранение, сумсусом дохода превысит 50 миллионов рублей и 250 миллионов рублей или 450 миллионов рублей, то такие организации начиная с первого числа в котором имело место такое превышение, утрачают право на освобождение. То есть другая официантка в числа не получила какой-то аванс, а на авось первого числа мы же должны применять налог на товарную стоимость, а вы же что-то так, а после ты ушел с компонентом суженщик возьмешь свои деньги. То есть вы будете налоговаться считать, за что смешать? Я бы предложил заменить этого работа